Первое переливание крови, первая операция на сердце, первая пластическая операция. Больница скорой медицинской помощи первая не только по названию, но и по существу. За все время своего существования, это больше века, сотни тысяч пациентов получили первоклассную медицинскую помощь. Это сейчас больница состоит из пяти корпусов, а начиналось все в 1897 году, с семи коек. В честь юбилея 125-летия в музее «Город» открылась выставка, посвященная истории старейшего в городе медучреждения. Маргарита Васильевна меня принимала, когда еще административная часть находилась в бараке. Хирург Татьяна Костенко пришла в больницу после окончания Читинского университета. В Барнаул попала по распределению. В 70-х годах прошлого столетия в больнице не было современного высокотехнологичного оборудования. Ни УЗИ, ни тем более КТ. Медики спасали людей просто включая голову. И работая на износ. Каждый день работа, потом дежурство, и потом еще в день остаешься работать. Ну, отдыхать, время было отдыхать. Уезжал на свой любимый байкал. Подпитывались природой и снова работали. Продолжил врачебную династию Алексей Власов, внук известного на всю страну врача Александра Чеглецова, который впервые на Алтае. Провел операцию на сердце и спас жизнь молодому человеку после ножевого ранения. Дед умер в 57-м году. Я родился в 58-м. То есть я только помню его порассказы. Бабушка рассказывала, когда они начали работать в Тосеево, дед увлекся хирургией. А тогда, в 20-е годы, очень много было тифозных больных, которые бесхозны были последствия гражданской войны. И, как говорится, трупы, они бесхозно валялись, они их находили. Ну и дед, чтобы анатомию изучать, ну вот, нанял одного там скотника, разожгли костер посреди площади у себя во дворе дома. Ну и начал этот труп варить. Пошла такая вонь. Бабушка рассказывала, говорит, вся деревня разбежалась. Ну, говорит, доктор чудит, но, говорит, наука есть наука. Сегодня в больнице скорой медицинской помощи работают сотни многопрофильных врачей и медицинских сестер, оказывают помощь населению. Ну, а подробно об истории больницы можно узнать в музее «Город», полистать книги, посмотреть старинные фотографии, увидеть медицинские приборы прошлого столетия, которыми лечили пациентов в первой больнице города. Выставка работает с 10 утра до 6 вечера. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов, Вадим Быстревский. День с толком.